Девушки отдыхают Объял его и ослепшего поверг на землю Услышав голос с небес «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он спросил «Кто ты, Господи?» Господь же сказал «Я Иисус, которого ты гонишь Встань и иди в город И сказано будет тебе, что надо делать» Прозрев буквально и духовно Савл из яровогонителя христиан превратился в Павла Всем сердцем и до мученической кончины Принял апостольское служение Христу И забрал дешевый отрад А земля И в Аминь На каждой литургии В любом православном храме После Великого Входа и Тресвятого Священник восклицает Премудрость прости И мы услышим послание Святого апостола Павла Чтение И на время станем римлянами Коринфянами, фессалоникийцами Современниками апостола Павла Древнего Рима, Эфеса и Иерусалима И почувствуем, что святой Павел Так же терпеливо и любяще Как и две тысячи лет назад Входит в нашу жизнь В каждое человеческое сердце И вместе с Христом Обнимает и спасает его Представить почти нельзя, что апостол Павел Пишет свое послание К первым фессалоникийцам Когда еще ни одного Евангелия нет Ни Матфея, ни Марка, ни Луки и Иоанна Ни одного Он еще только формулирует Это уже потом Лука напишет И деяния апостольские Будет приводить в систему То, что было сказано И наговорено апостолом Павлом Если бы он был вместе с 12 апостолами И ходил за Христом Он бы написал потом Такое же Евангелие очередное И в нем было бы свидетельство Живого существования Христа Но не было бы вот этого пламени Вопрошания человека к самому себя Который Христа не видел Как не видели все мы его Он берет на себя наши полномочия Человеческого вопрошания к невидимому Мы начинаем вглядываться вместе с Павлом Вслушиваясь в каждое его слово Нам не дано, как ему, все и сразу Но путь, который он прошел до этого Он есть и наш путь После чудесного обращения Саввл, отныне и навсегда Павел Проповедует Христово учение По всей Римской империи И за ее пределами Часто с апостолами Варнавой и Лукой Кто-то подсчитал, что Павел Пешком и морем Во время четырех своих странствий Преодолел около 40 тысяч километров Но главным местом его миссионерства Была Малая Азия Отсюда он уходил проповедовать В другие страны, другим народам Каждый уголок этой земли Связан со святым Павлом Откройте деяния святых апостолов И вы увидите город его рождения Шеститысячелетний Тарс Здесь он учился в иудейской школе Ткал с отцом палатки Отсюда уходил в Иерусалим Досконально изучать Библию Иудейский закон Философию А потом отсюда же отправлялся На завоевание человеческих душ Он пил из этого колодца Уходящего за живой водой На 38 метров Так, что кажется, вода Как эхо приходит из первого столетия Теперь эта живая вода Поит благочестивых паломников Всего мира Как вместить нынешнему самодовольному уму Что 12 неграмотных рыбаков Перевернули умнейшую римскую империю А потом и весь мир И вот ведь тоже чудо Самый образованный из апостолов Павел Не входил в число этих 12 прямых учеников Христа Но именно он сформулировал христианство Как религиозное учение Оформил его в своих 14 посланиях Не Божьим ли велением? Самым первенственным Самым мощным Из проповедников Конечно, был апостол Павел Может быть, он как никто Выполнил тот Христовый завет Который у нас по старославянски звучит Шедше, научите вся язык Ученые наши уже европейские И Эрнестр Инан столь знаменитый Они чуть высокомерно говорили Что, наверное, это слишком деятельный человек В нем не было смирения В нем не было Христовой скромности Он не видел самого Иисуса И, может быть, оттого так возгорался и пламенел Но я думаю, что он возгорался и пламенел Вовсе не оттого, что он не видел Иисуса А, может быть, оттого, что он слышал его вернее всего Слышал его глагол, обращенный к нему Шедше, научите вся язык К свободе призваны вы, братья Только бы свобода ваша Не была поводом к угождению плоти Плоть в данном случае, разумеется, не та Наше в узком понимании А к потреблению, ко всему хищному Сегодняшнему торжествующему миру Который живет этим законами потребления Законами угождения Мои собственной сиюминутной мгновенной жизни К свободе призваны вы, братья Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти Но любовью служите друг другу Ибо весь закон в одном слове заключается Люби ближнего твоего, как самого себя Если же друг друга угрызаете и съедаете Берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом Мне кажется, вся мировая история только потому И так идет гибельно и отвратительно Только потому, что война на войне И европейские, и американские континенты Что они не слышат этой вековечной христовой заповеди Да любите друг друга Почему написано на всех образах В русской православной церкви На образе спасителя Заповедь новую даю вам Да любите друг друга Оказалось, что эти простейшие слова Может быть, самые сложные по-прежнему Самые мучительные Самые трудно достигающие человеческого сердца Да любите друг друга Тогда вы не будете истреблены так позорно Как истребляетесь сегодня Во всех этих бесчисленных человеческих войнах И по-прежнему, я думаю, что, наверное Вот пока этот святой колодец тут есть И люди еще слышат это все Они бы приходили сюда и чаще пили Эту святую воду Павлова учения И в самом деле, может быть, тогда мы бы Встали, наконец, на нормальный Христов Человеческий путь существования И были бы тем народом, который Христос звал И который звал апостол Павел Вся страстная, незнающая покоя Напряженная жизнь великого апостола Напоминает кипящий водопад В пригороде его родного Тарса Перед бегом воды Лучше слышишь неуклонность апостольского пути Только здесь, в колыбельных землях христианства Так зримо, так осязательно видишь Против какой мощи вышли апостолы А с ними и первые христиане С проповедью бедности и любви Бедности никак не щиты А как не имение лишнего И какой обладали верой И готовностью к страданию Если сумели вдохнуть Во вполне нынешний порочный Развратный мир свет души Сумели противостать Пышности, роскоши И изнеженности плоти А эта имперская мощь Подлинно утверждалась навеки Стремясь подчинить и сонм языческих богов Греческих, римских, иранских, египетских Под властью Рима Чтобы владеть душой народов Громадное циклопическое сооружение Потрясающее мощью своей Приводящее в замешательство До чего оно действительно страшно Своей величностью Это храм Сераписа Которого исповедовали Как ни странно в Риме В ту синкретическую пору Когда пытались соединить всех богов Сераписа, Митру, Зевса Поставить нечто такое единое Сейчас вот видим перед собой Этот храм Артемиды Вот при этом храме особенно видно Против чего выходили апостолы Невооруженный казался ничем Кроме Господне Слово И тем не менее Входят в эти храмы И скоро от этого ничего не остается Петр витействует И Платону молча Павел глаголит И Пифагор по стыдеся Мы слышим Как приходит новое знание Приходит и отменяет старое То есть вбирает его в себя И упраздняет Потому что приносит полноту истины И все же Как победить верование Потакающее инстинктом Как донести новое понятие О смысле человеческой жизни И при этом Не труднее ли всего Как преодолеть фанатизм Своих братьев-евреев Ревностно хранящих верность Иудейскому закону Не желающих даже слышать О каком-то сыне плотника Как о Мессии и Сыне Божьем Но энергия пламенных речей Павла О жертвенной смерти Христа Ради спасения и воскресения Всех людей Была так пронзительно Что доставала до многих сердец И вытаскивала их из тьмы Римского идолопоклонства И тесноты иудейского закона К тому же Господь наградил Павла Даром врачевания И к нему тянулись люди С разными недугами А это уже первый шаг К человеческой душе И все же постоянно Висела над Павлом Угроза жизни Он ясно сознавал это Ведь сам когда-то гнал христиан И даже участвовал В побивании камнями Перводиакона Стефана Стерек одежду убийц Что как тяжелый камень Нес в душе всю жизнь Я гораздо более был в трудах Безмерно в ранах Более в темницах И многократно при смерти От иудеев Пять раз доно мне было По сорок ударов без одного Три раза меня били палками Однажды камнями побивали Три раза я терпел кораблекрушение Много раз был в опасностях на реках В опасностях от разбойников В опасностях от единоплеменников В опасностях от язычников В опасностях в пустыне Часто в голоде и жажде Часто в посте И в стуже и в ноготе Узы скорби ждут меня Но я ни на что не взираю И не дорожу своей жизнью Только бы с радостью Совершить поприще мое И служение Которое я принял От Господа Иисуса Кажется, исходив всю эту землю Святой Павел обратил в христианство Чуть ли не половину Малой Азии Основывая христианские общины Закладывая церкви Как вот эту В труднодоступном каньоне У города Селивки Не думаю, что апостол Павел Специально обдумывал эту тонкую символику Но когда поднимаешься Ты видишь, что перед тобой Единственный свет И возможное спасение Из этой преисподней Которое Там это вот это Храмовый свет воскресения Христианство пронизано символикой Оно символично по Высочайшей традиции Как вся культура Как само мироздание Оно символично Все говорит обо всем И все соединяет Все во всем Но это может быть Самое могущественное впечатление Которое испытает человек Бывая здесь Это вот этот Подъем из этой преисподней К свету Как возможность спасения Но и потом Век за веком Ставили христиане На путях Павлова миссионерства Храмы и монастыри Как этот монастырь Четвертого века Аллахан В память апостола Павла На высоте 1200 метров Над несказанно Красивой рекой Гюрсу Эта будущая земля Византии Навеки освящена Деяниями апостолов Мучеников И пророков Касаясь этих камней Будто касаешься Руки апостола Павла Слышишь его дыхание И оно передается тебе Как трепет Живости христианства Торжествующие Вечности Христово времени Великий апостол Просветил своим словом Пиргию и Листру Дервию и Антиохию Писидийскую Феатиру и Пергам Колоссы и Милет И знаменитый Могущественный Эфес Бывший центр Малой Азии Где Гераклит Рассуждал О текучести Воды и времени Павел проповедовал Здесь три года Сделав Эфес Опорным пунктом Как потом Иоанн Богослов Отсюда Павел посылал Своих учеников Нести Христово Слово Туда Где его Еще не слышали Писал общинам Свои послания Отсюда Уходил проповедовать В другие земли По этой вероятно Дороге Павел с апостолом Лукой Входил в город Асос Гордившийся тем Что некогда Его правитель Гермий Был учеником Платона И надеялся В благодарность Учителю Построить здесь Идеальное государство Апостол Павел и Лука Не страшились Вот этих высочайше Образованных городов Не страшились С простым Евангельским словом Входить в высочайшую И почти брезгливую Уже ученость Достигшую Совершенного расцвета Потому что Они знали Слово истины Которое могущественнее Всего этого Высокого Но К тому часу Уже бесплодного Знания А из этого Малого порта Мир Ликийских Города Где через три столетия Загорится Драгоценное Русскому сердцу Имя Святителя Николая Апостола Павла Увозили Для последнего Суда в Рим Откуда он Уже не вернется Но не более И не горячее ли всего Павел проповедовал В Антиохии Сирийской Ведь это был Первый город Его миссионерства И не его ли Пламенное слово Определило потом Высоту Духовного стояния Родившегося здесь Иоанна Златоуста В Антиохии Павел не раз Пересекался С апостолом Петром Храм во имя которого Вырублен в скале Благодарными потомками Судьба не раз Сводила первоапостолов И в Иерусалиме В христианском сознании Они остались Навеки рядом После почти Одновременной Мученической Кончины в Риме Такие разные И так прочно Обнимающие Всю глубину Христианства Где простота Сердца Петра Не противоречит Совершенному знанию Павла Место святое Где зарождалась Первая христианская община Где проповедовал апостол Павел Антиохия И вот Мы сейчас стоим В этом храме Где он проповедовал Образ Этой церкви Краеугольным камнем Который является Апостол Петр И вот Это Святой апостол Петр Это Святой апостол Павел Это Все Святые апостолы Из 70 Здесь И святитель Николай Здесь и святые Другие И большие И меньше А вот и мы здесь Совсем песчинки Маленькие Маленькие Но мы Цементируем Эти камни Видите Без этих песчинок Невозможно их соединить Приобщение Павлом Язычников К Христовой церкви Полно ярких историй В иконе Апостола Случайно услышала Дочь знатных родителей Юная Фекла Будущая Великомученица Бросив достаток И жениха Она без колебаний Ушла за Господним Словом Не оборачиваясь Как уходили Сами апостола В пещере Близ селивки Она молилась Сама А потом С памятью о ней Христиане Первых Труднейших Веков Проповедующий здесь Апостол Павел Со своими пламенными словами Так внезапно И мгновенно Пленившими Феклу Ведь достаточно было Одной проповеди Чтобы она услышала Она Язычница Но в ней была Та могущественная готовность К вере Та внутренняя Совершенная чистота В этом месте Это была любимая земля Апостола Павла Сам этот угол земли По которому мы едем Именно любимая Потому что Родина его рядом А сам он ходил Часто пешком И из селивки Отправлялся кораблем В Антиохию И тоже любезно его сердцу Здесь он слышал В этих римских И греческих местах То что мы по прежнему Слышим плохо Здесь он написал Послание к Галатам Эта земля Относилась прежде к Галатии Вся почти И вот это вот Послание к Галатам Написано очень горячо И очень нервно Написано после того Как иудейская церковь В твердости своей Все-таки призывала Даже новообращенных Язычников Обрезаться И следовать Иудейскому закону Словно не веря Христову слову Что не в обрезании Дела А в самой чистоте веры И многие довольно скоро Пошатнулись Когда приехали Иудейские священники На эту землю И начали шататься И в самом деле Принимать обрезание И тем самым Фактически Извергать из себя Из тела Христовой церкви И апостол с горячностью Приходит и говорит Здесь те самые Пока таинственные И пока по-прежнему Мучительные слова Которые трудно Слушать и русскому сердцу Нет ни Элина Ни иудея В Боге нет национальности В Боге есть единые сыновья Мы все Господни дети И когда ты слышишь Здесь вот посреди Турецкой земли Ты видишь это Как-то отчетливее вернее Начинаешь понимать Что мы в самом деле В земле это чужой Но дети-то одни Господни Между собой сначала Надо братьями быть А потом уже Это можно На высшем уровне Это делать Мы говорили Поменьше общества Поменьше государства Побольше людей в мире Побольше людей И тогда люди обнимутся И государства По неволе обнимутся тоже И политики обнимутся И жилищие Это вы где-то Суждения турецкого капитана И русского паломника О братстве народов Невольно обращают К словам апостола Павла О любви между людьми Сказанные им В послании Коринфянам Так глубоко И пронзительно Что его Апостола язычников Можно назвать И апостолом любви В этих великих словах Суть и смысл христианства Если я говорю Языками человеческими И ангельскими А любви не имею То я медь звенящая Или кимвал звучащий Если я имею дар пророчества И знаю все тайны И имею всякое познание И всю веру Так что могу и горы переставлять А не имею любви То я ничто И если я раздам все имение мое И отдам мое тело на сожжение А любви не имею Нет мне в том никакой пользы Любовь долго терпит Милосердствует Любовь не завидует Любовь не превозносится Не гордится Не бесчинствует Не ищет своего Не раздражается Не мыслит зла Не радуется неправде А сорадуется истине Все покрывает Всему верит Всего надеется Все переносит Любовь никогда не перестает Хотя и пророчества прекратятся И языки умолкнут И знание упразднится Может быть поэтому сегодня так Грозно и тревожно Говорить об апостоле Павле Потому что Может быть как никогда Стоит на дворе время искушений Время искушений материальным Время искушений знанием Совершенным или не очень Время вот этой ложной жертвы Которая кажется достаточно Внести какие-то денежные залоги И все будет довольно Для спасения человеческого Апостол Павел приходит Снова и снова Чтобы научить нас Началом Началом и главному слову Любовь Которая должна быть начертана В каждом сердце Всякое слово апостола Павла Есть Поменеющий призыв К тому что мы каждый день Встречали как Как награду Господню И прощались с этим Ныне отпущаешь Как с торжеством того Что мы прожили жизнь в любви И пониманию Для этого Являлся апостол Для этого он пал там Под Дамаском И внезапно На эту фразу Зачем ты гонишь меня Вдруг услышал Кого он гонит И что он гонит Прежде всего любовь Как самое главное И самое сущное И спасительное Для человека начало Являлся апостола Павла Чтение Братья Печать моего апостольства Вы есть О Господи Мой ответ Востерзующим Меней те есть И до ним И власти Ясти и пити И до ним И власти Сестру Жену водите Як и прочие апостолы И братья Господни И мифа Сестру Сестру Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому